Иногда я вижу как бы невероятную сосредоточенную силу, которая пробивается, пробивается, пробивается. Это может произойти в любой момент и в любом месте. Всё сознание сжимается в одну невероятную силу, которая пробивается, пытаясь пройти на другую сторону. Здесь она говорит о чисто физическом ощущении невероятной могучей силы над макушкой головы, которая по каплям физически пробивается в её тело. Это классический вариант капельного схода, не обвального капельного схода в макушку головы, через макушку головы в тело супраментальной силы. Это физически ощутимо, очень хорошо ощутимо, проходя через голову окружение, потом сердцебиение может возникать. Вот мы вчера пример этой женщины, которая упала на улице, рассказывали. Это тоже классика. Видите, как? Чисто физическое ощущение. Это плотно сжатая энергия, спонтанно, малыми поциями, входит в наше тело в любом месте, в любое время, с целью переформировать нас в угодном ей направлении. Да и не только нас, она давит вообще на всех. Если вы открыты ей, то эта сила – ваш спаситель. Вы ей открываетесь искренне, благостно. Понятно? А те, кто сопротивляется её действию, но подвергается давлению несомненно, она притягивается сильным магнитом сердца, у кого есть духовный талант, то она выполняет у тех людей, которые ей не открыты намеренно, только разрушительную работу. Понятно? Только разрушает. И сам процесс того, старение, болезни, старение, смерть – это результат принудительного давления этой силы на людей, в целом, в массе. Ей всё равно этой силе. Она безлично. Она давит и давит. Там, где прорвётся, тот, кто её будет сознательно воспринимать, она будет положительную работу выполнять. Понятно? А так я абсолютно всё равно, на кого давить. На всех давит. Спрятаться от этого невозможно. Куда денешься? Везде давит. Как и в Англии от Фомы сказано, если помните, то, что вы откроете в себе, спасёт вас, то, что вы не откроете в себе, умертвит вас. Та же самая сила. Она и наш спаситель, воскреситель, и наш могильщик. Эта сила пробивается в материальный мир, чтобы и там навести угодно ей порядок. Давит на всю планету, давит на все планы бытия, на все царства природы. Вот сейчас говорят о глобальном потеплении, глобальное потепление, что нас ждёт, там, таяние льдов Антарктиды, Северного полюса, что это вроде бы, вроде бы, связано с выбросами экологических всяких вот этих вот продуктов, атмосферу. Огромные деньги сейчас туда будут взорвать, пилить, да, по бюджету там. Поняли или нет? Вот идёт болтовня по тему экологии. Умные люди, которые понимают, в чём дело имеется в виду, люди, которые знают, что выбросы эти не могут ни в коей мере, в общем-то, спровоцировать вот то, что вроде бы грядёт. На самом деле идёт давление, эволюционная энергия на все планы сознания, естественно, на весь материальный мир. И неусвоенная энергия, она не усваивается, она не идёт на трансформации. Выделение тепла происходит. Вот и всё. Понятно? Просто выделяется тепло. Не за счёт там каких-то экологических всяких катаклизмов, а напротив. Эволюционное давление, нарастающее эволюционное давление, неусвоенная энергия, теплом выделяется. Понятно? В человечестве тоже беснованиями, вот бегают быстро, суетятся, тоже неусвоенная энергия, её надо как-то гасить. Понятно? В динамике. Извержение вулканов, землетречения, цунами, таяние льдов. Это знак последних времён. И когда эта сила, буквально ворвавшись в тело, мгновенно растекается по нему, вас чем-то вроде некого, что ли, капюшона в благодати окутывает. Я испытывал это состояние, оно интересно. Я понял, что такое покров Пресвятой Богородицы. То есть, когда эта сила ворвается в макушку головы и растекается по телу, ты под каким-то куполом защиты находишься. Первое время это очень хорошо ощущается. Сейчас этого уже нет, это только поначалу. Сейчас просто всё по-другому, но поначалу вот ощущение, что у тебя такой капюшон, вот монашеский, вот одели. Ты понимаешь, такой покров благодати. То есть, опытным путём, ты понимаешь, именно об этом речь-то шла. Укутан благодатью. Укутан. Покров Пресвятой Богородицы. Ведь на Руси дух плохо понимали, что такое дух. Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух. Отец есть, сын есть, а где мама? Вот дух святой Божий, это Матерь Божия. Всё очень просто. Мама должна быть. И вот дух назывался мамой. Вот он дух, защитник, охранитель, гуляет везде, где хочет. Так что выражение покров Пресвятой Богородицы очень здесь кстати. Ты чувствуешь действительно себя надёжно защищённым от всех бед и неприятностей, которые таятся в окружающем мире. В дальнейшем при воздействии этой силы, я свой опыт рассказываю, возникает реальное ощущение, что она хочет как бы вывернуть вас наизнанку. И ты хочешь под неё подставиться. Вот просто вот встать, чтобы она всегда была. Но сколько надо, отмеренно, она порционно сойдёт, а потом прекращает свою работу. Но хочешь, чтобы она у тебя прям вывернула наизнанку. Вот вообще всё. Всё нутро. такое счастье, чтобы она тебя вывернула от счастья. Представляете? Если опытным путём это не почувствовать, то может только поверить, я вам говорю, что это так. Просто так. Это интересно. И полная открытость этой могущественной силе, полная безоговорочная сдача в её руки, вот что с какого-то момента определяет ваше текущее состояние. Он постоянно открыт. Всё.